Итак, кусочек пушистой ткани, которая не ссатается. И вот 25 сантиметров на 13,5 сантиметра. Приложу я к мышке, чтобы было понятно. 17 сантиметров где-то без ушек плюс-минус, потому что рассчитывать длину, чтобы было видно. Вот. И возьму такую же тесьму, как на штанишках, и сюда я ее сейчас пристрочу. Пристрочу и продолжим. Итак. Имеем накидочку. Для воротничка я отступлю где-то 3 сантиметра. Знаете, вот как бы где-то 3 сантиметра. Так, середина... Так, 25, 12,5 сантиметра. Где-то серединочка. Так. Ручки. Где-то 9 сантиметров. Вот так. И намечу место Ролизиков. Так. Здесь и здесь. Так, сложила я. и здесь, где мы наметили. Я убираю и сделаю маленький надрезик. То же самое здесь. где мы наметили. Я убираю и сделаю маленький надрезик. Все. Булавочки не нужны. И накидочка. Почти готова. И мы одеваем ее на нашу мышку. Мышка праздничная. Вот. Легко могут сделать наряд детки, внуки. То есть, очень все просто. И вот так я примеряю. И теперь здесь соберу на ниточку. И так. Где-то отсюда я начинаю собирать мелкой такой наборкой. Вверху здесь над ручками пройду. То есть, вот над этим надрезиком. Ну и так соберу все это. И я думаю нет необходимости на этом останавливаться. и потом продолжим. Итак, я присобрала. Можно, конечно, примерить, посмотреть плюс-минус какую мы хотим иметь сборку. Вот. ну вот так где-то, наверное, достаточно. И можно подшить. подшить. Ну вот так. теперь приклеиваю сюда божью коровку сюда в центр прижму и пусть остывает так и можно одеть пальчишко и посмотрим так всегда пальчишко смотрим это не пальчишко накидочка и сейчас я к ней сделаю завязочку то есть это как раз будет тот у нас случай когда можно снимать одевать вот не так как штанишки она будет съемная то есть для того чтобы изменять общий вид можно здесь на бантик это я сейчас приложу сколько мне обрезать плюс минус вот так так теперь пальчишко вожу сюда лицо накидочку вернее и у меня есть два две машинки и и я украшу ими эту накидочку можно пришить можно приклеить вот я приклею сюда объемная нужно подождать так думаю и здесь тоже самое можно пришить можно приклеить и я приклею сюда и тоже подожду пока застынет теперь кусочек трикотажа ну здесь тоже как бы как резинка но она не очень растягивается но любой трикотаж и растягивается поэтому то есть как бы трикотаж в этом плане лучше будет на шапочку длина двадцать семь с половиной где-то ну ширина здесь до шва девять растягивается 98 вот потому что здесь я буду заворачивать шапочку и она шоу прошел здесь как бы здесь внутренний шоу а здесь как бы внешний шоу а поскольку будем делать шапочку то этот шоу щи сейчас скроется под складочкой так ну то есть как бы самый простой процесс не здесь просто при соберу каком-то определенном месте ниточка ну допустим я оставлю это ну вот так этого будет достаточно это получится у нас как бы и украшение и завершение вот этой шапочки то есть как бы вот так хорошенько завяжу чтобы она не размоталась так я думаю хорошо завязано сейчас мы ее оденем так одежда готова ну то есть как бы не одежда это как бы дополнение вполне так имеет уже определенную свою такую одежду и без этого комплекта зимнего то есть вполне так можно закончить мышку и она будет достаточно для того чтобы было одета ну если захочется менять как-то ее внешний вид и украсить для зимы то есть для этого подходит накидочка и шапочка хотя накидочку можно одеть шапочку не одеть или одеть шапочку не одеть накидочку ну то есть это как раз вот тот вариант когда будет интересная как бы вот меняться будет эта игрушка зависимости от от того что мы на нее оденем сейчас я вижу бантик вот их можно уже выverse так такой вот ее вид с накидочкой у нас еще есть и шапочка то есть как бы полный набор для зимой заворачиваем шапочку и наша мышка готова ну как и все конечно нужно немножко все уложить сложить на головке все это так чтобы было красиво и наш мышонок приготовился к зиме так мы завершили одевать мышонка накидочка шапочка штанишки если вам понравился этот мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди много интересного до свидания до новых встреч и мой девиз изменим мир к лучшему